В честь нового праздника Дня работника транспорта в троллейбусном депо номер 2 вручают благодарственные письма. Отмечают лучших водителей машин «Адмирал». Их поощряют за аккуратное вождение, вежливое обслуживание пассажиров и ответственную работу. День транспортника России утвержден приказом Минтранса, поэтому это наш профессиональный праздник. И поэтому было принято решение тех водителей, которые работают на троллейбусах «Адмирал», потому что, более того, они поставлены в рамках национального проекта, было принято решение их наградить, которые не совершили дорожно-транспортных происшествий, проявили себя как вежливые водители. Среди награжденных и Игорь Левшин. Он работает водителем уже 4 года. Говорит, что набрать опыт ему помог хороший наставник. А теперь Игорю доверяют машины нового поколения. Напомним, что троллейбусы «Адмирал» – самая современная техника в троллейбусном парке. Они ходят по протяженному Самарскому маршруту номер 4, который пролегает от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. «Адмиралы» оснащены современным оборудованием, которое обеспечивает удобство в поездках. Например, есть пневмоподвеска. И троллейбус, подъезжая к остановке, может наклониться ближе к тротуару посадочной площадке. Также у «Адмиралов» есть откидная аппарель, с помощью которой маломобильные граждане, инвалиды-колясочники или родители с детскими колясками могут удобно попасть в салон. Ну, отличия колоссальные, конечно, от старого. И климат-контроль, все регулируется, сиденье, руль. Все продумано супер. Игорь отмечает профессиональный праздник на линии. Проверяет машину, при этом заранее включает печку для прогрева салона, чтобы пассажиры уже на первых остановках заходили в теплый троллейбус. Такую же работу выполняют и на других видах городского транспорта, переходя на зимний режим перевозок. В общественном транспорте у нас проводится мероприятие, значит, проверка специальная, чтобы работали все элементы обогрева салона, печки так называемые, чтобы были в исправном состоянии, проводится проверка, чтобы при выходе на линию пассажиры испытывали тепло в салоне. Жители в непогоду такие преобразования уже оценили. Очень хорошо, тепло, приятно даже. Сядешь и сиденье, и так все тепло. На протяжении всего зимнего периода системы отопления будут регулярно проверять. Если выявят неисправности, машины отремонтируют и лишь потом выпустят в рейсы. Работа всего городского пассажирского транспорта остается на непрерывном контроле мэрии Самары и руководства профильных предприятий. Андрей Горгуленко, Андрей Бессонов, Николай Сидоров, Николай Епифанов. События. Субтитры создавал DimaTorzok